Виктор Драгунский, главные реки Америки, читает Павел Беселин. Я утром немножко заспался, и, когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть. Но я читал, как ловко одеваются пожарные, у них нет ни одного лишнего движения, и мне до того это понравилось, что я полулета тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо, как на пожар. И я оделся за одну минуту 48 секунд весь, как следует. Только шнурки зашнуровал через две дырочки. В общем, в школу я поспешил вовремя, и в класс тоже успел примчаться за секунды до Раисы Ивановны. То есть, она шла себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки, ребят, уже не было никого. Когда я увидел Раису Ивановну издалека, я припустился вовсю прыть и, не доходя до класса каких-нибудь пять шагов, обошел Раису Ивановну и вскочил в класс. В общем, я выиграл у нее секунды полторы, и, когда она вошла, книги мои были уже в парке, а сам я сидел с Мишкой, как ни в чем не бывало. Раиса Ивановна вошла, мы встали и поздоровались с ней. И громче всех поздоровался я, чтобы она видела, какой я вежливый. Но она на это не обратила никакого внимания. И еще на ходу сказала, кораблев к доске. У меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл приготовить уроки, и мне ужасно не хотелось вылезать из-за своей родимой парты. Я прямо к ней как будто приклеился, но Раиса Ивановна стала меня торопить. Кораблев, что же ты? Я тебя зову или нет? И я пошел к доске. Раиса Ивановна сказала, стихи, чтобы я читал стихи, какие заданы. А я их не знал. Я даже плохо знал, какие заданы-то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна тоже, может быть, забыла, что задано и не заметит, что я читаю, и я ботро завел. Запел, завел. Зима. Крестьянин торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуяв, плетется рысью как-нибудь. Это Пушкин, сказала Раиса Ивановна. Да, сказал я. Это Пушкин. Александр Сергеевич. А я что задавала? Сказала она. Да, сказал я. Что да? Что я задавала? Я тебя спрашиваю. Кораблев. Что? Сказал я. Что, что? Я тебя спрашиваю. Что я задавала? Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал. Да, что он? Не знает, что ли, что вы Некрасова задавали? Это он не понял вопроса, Раиса Ивановна. Вот что значит верный друг. Это Мишка таким хитрым способом ухитрился мне подсказать. А Раиса Ивановна уже рассердилась. Слонов, не смей подсказывать. Да, сказал я. Ты чего, Мишка, лезешь? Без тебя, что ли, не знаю, что Раиса Ивановна задавала Некрасова. Это я задумался, а ты лезешь. Сбиваешь только. Понимаешь? Мишка стал красный и отвернулся от меня. А я опять остался один на один с Раисой Ивановной. Ну, сказал она. Что? Сказал я. Перестань и же минутно чтокать. Я уже видел, что она сейчас рассердится как следует. Читай. Наизусть. Что? Сказал я. Стихи, конечно. Сказал она. Ага, понял. Стихи, значит, читать. Сказал я. Это можно. И громко начал. Стихи Некрасова. Поэта. Великого поэта. Ну? Сказала Раиса Ивановна. Что? Сказал я. Читай сейчас же. Закричала бедная Раиса Ивановна. Сейчас же читай. Тебе говорят. Заглавие. Пока она кричала, Мишка успел мне подсказать первое слово. Он шепнул, не разжимая рта, но я его прекрасно понял. Поэтому я смело выдвинул ногу вперед и продекламировал. Мужичонка! Все замолчали. И Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня. А я смотрел на Мишку. Еще внимательней. Мишка показал на свой большой палец и зачем-то щелкал его по ногтю. И я как-то сразу понял. Вспомнил заглавие и сказал. С ноготок. И повторил все вместе. Мужичонка с ноготком. Все засмеялись. Раиса Ивановна сказала. Довольно, Кораблев. Не старайся, не выйдет. Уже если не знаешь, не срамись. Потом она добавила. Ну, а как насчет Кругозора? Помнишь, мы вчера сговорились с всем классом, что будем читать из сверхпрограммы интересные книжки. Вчера мы решили выучить название всех рек Америки. Ты выучил? Конечно, я не выучил. Этот змей, будь он неладен, совсем меня всю жизнь испортил. И я хотел во всем признаться Раисе Ивановне. Но вместо этого вдруг, неожиданно, даже для самого себя сказал. Конечно, выучил, а как же? Как же? Ну вот. Исправь это ужасное впечатление, которое ты произвел чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки. Я тебя отпущу. Вот когда мне стало худо, даже живот заболел, честное слово, в классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня. А я смотрел в потолок и думал, что сейчас уже наверняка я умру. До свидания, все. И в эту секунду я увидел, что в левом последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную газетную ленту. И на ней что-то намалевано чернилами. Толсто намалевано. Наверное, он пальцем писал. И я стал вглядываться. В эти буквы и, наконец, прочитал первую половину. А тут Раиса Ивановна снова. Ну, Кораблев, какая же главная река в Америке? У меня сразу же появилась уверенность. Я сказал. Мисси-писи. Дальше я не буду рассказывать. Хватит. И хотя Раиса Ивановна смеялась до слез, но двойку она мне влепила. Будь здоров. Я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда. До глубокой старости.